на чем мы теперь еще остановимся это мы поговорим о наиболее распространенных логических ошибок конечно больше времени было бы заняло научиться как правильно вот но как минимум апологет должен уметь различать ошибки как своих суждениях так суждения других людей поэтому естественно что ошибок эти истина одна ошибок способов сделать ошибку бесконечно человек обладает творческими способностями чего только не придумает вот потому-то допустим когда вам говорят что как вы можете утверждать что ваша только вера правильно вы же не изучили все остальные невозможно изучить все ложные идеи их огромное количество и будет огромное количество новых и новых появляться не нужно изучить все типы фальшивых банкнот для того чтобы научиться отличать правильно нужно изучить как выглядит правило и тогда вы видят совпадает или нет с каноном с эталоном будете видеть сразу правильно или нет если вы знаете истину нужно изучить все типы лжи но значит различает наиболее часто встречающие типы лжи весьма полезно для апологета и первая ошибка которой мы будем говорить это подмена понятие помните мы сегодня говорили уже что вчера говорили всякий раз мы сталкиваемся что почему часто происходит почему недоразумение что в одно и то же понятие я вкладываю одно мой собеседник совершенно другой вот зачастую бывает совершенно иначе что мы вроде начинаем говорить вкладывая одно и то же понятие а потом начинаем это понятие подменяем мы используем то же самое слово а уже насчет вместо этого слова мы под ним подразумеваем совершенно другое а как-то раз зашли ко мне в гости в дверь постучали свидетель иеговы пустил там чайку налил мороз на улице бедные две девочки ходят мерзнут долг служебный исполняют ну и вот начали они свою эту песню там иисус сын божий но не бог а бог не сын божий знаете я человек мало образованный во всех этих делах особо этих числов не понимаю давайте с вами вот но они давайте вот перевод там артикль я достал библию на гречком покажите но они сразу подвинули да значит нахожу давайте давайте вот можно попроще давайте с самого начала вот скажите пожалуйста вот что такое бог чтобы понять дальше что но они народ обучены они хорошо обучены вести дискуссии у них не свои особые методы рекомендуют у нас на диске то что вы даже книжка права не на искусство вести искусство спора которые позволяют все подобные уловки раскрывать вот но то они очень хорошо обучены их в угол загнать невозможно допустим когда ты какой-нибудь стих из писания придешь как же но все вот это сейчас разгромит первая их реакция это мое самое любимое место из писания даже в шоке ты думал сейчас они испугаются и прочее они затягивают время шок на тиши рассказать вот ну и вот такая тоже уловка когда их спрашиваешь ты вот что такое бог а вы как думаете но тут уже сами виноваты мяч на моей стороне я вот думаю что бог это наверно то кто сотворил небо и землю согласны согласно все прекрасно уже есть чем говорить спорим изначально не имея никакой базы у нас уже есть от чего отталкиваться хорошо читаем я не понимаю первые но я понимаю остальные словаho сказано вначале было слово слово значит было бог слово было у бога и через него все начала бы что начало быть и без него ничего нечего быть она чо бы я не понимаю в артикле как вам здесь говорится о боге согласна согласны все читаем дальше и слово стала плотчего и Travis night полная благод gespannt встали ушли больше не приходи очень важно всегда начинаю дискуссию определиться с понятиями эти очень часто мы спорим там благодатью мы спасены или делами что мы понимаем по благодатью что это делали что в конце концов понять под спасением спасение вот то есть очень часто споры именно за то что мы не знаем о чем мы спорим и таковы споры между близкими людьми когда я понимаю под любовью одно не знаю читали нет хороших мишка есть пять языков любви вот один одно под любовью понимают даже одни проявления другой другое нет между людьми взаимопонимания в этом плане и так подмена понятия очень часто бог один то есть мы все верим бога потому что бог бог один для всех прекрасные слова церкви был брат отправился домой с господом полгода назад вот это у него была любовь что мы все должны объединиться потому что бог один ну прекрасно то есть что значит объединиться ты все стать одинаковыми вряд ли богу это понравится какой разнообразный мир он создал вот или считаю что все люди спасат спасены потому что бог хоть так проблема никто нет проблем это не в боге проблема людях и что значит было не то что под богом 1 подразумевают одно поддор и другое ну что-то Для кого-то будет некая безличная первопричина. И в зависимости от того, что ты под Богом подразумеваешь, отсюда и следствие это будет. Или, значит, такое утверждение. Звезды эволюционируют, следовательно, эволюция существует, следовательно, человек произжел-то безъехно. И оправдана мудрость века всего в глазах Чады. Ну да, звезды эволюционируют. Звезда была, я упрощаю астрофизику, была большая, горячая звезда. Потом она постепенно сгорала, уменьшалась, остывала. Потом перестала гореть, стала сжиматься под гравитацией. Значит, взрыв, то, что называемое сверхновое, вспышка на небе, ярче любых других звезд. Сверхновое на небе появилось. Мы называем это сверхновое, как светило, то его не было, вдруг появилось. Но на самом деле это взрыв на том месте, где была звезда, которая была так далеко, что мы ее даже не видели. А мы видим взрыв, ее прекращение существования. То есть, да, это некая эволюция, если под эволюцией мы подразумеваем изменения во времени. Была одна звезда, стала другая, была там белый гигант, стала красным карликом, потом вообще стало ничего. Но это изменение во времени. Но является ли это эволюцией с точки зрения прогресса? Нет, это деградация. Она догорает, она остывает, она прекращает свое существование. То есть, если под эволюцией мы подразумеваем прогресс, то звезды не эволюционируют, они деградируют. А теория происхождения, теория Дарвина, говорит, это теория, которая изначально основана на идее прогресса. Что они делают с природой, она становится все лучше и лучше. Что они делают с обществом, она становится все лучше и лучше. Что они делают с человеком, она становится все лучше и лучше. Только непонятно, почему все так плохо. Вот. И куда в результате этого улучшения докатилось и природа, и общество, и человека. Теория Дарвина изначально основана на теории прогресса. То есть слово-то одно и то же – эволюция. А смысл совершенно разный. Что мы подразумеваем под эволюцию? Мы дважды в году проводим международные симпозиумы на академическом уровне, приглашаем профессуру из разных университетов, для них это научное мероприятие, для нас это краткосрочная миссия в племена интеллектуалов, чтобы донести им простую глобую весть на их сложном языке. На простом языке они слушать уже ничего не хотят. Как один сказал, когда мы снимали фильм «Камни вопию», я одного геолога пригласил быть консультантом, сказал, вот точка зрения, это правильно? Он говорит, ну это вообще правда, но это слишком просто, чтобы быть наукой. Такой интересный разговор. Не захотел быть консультантом. Так вот, на этом симпозиуме как-то спор и был, говорит, слушай, давайте введем мораторий на слово «эволюция». Мы просто слово «эволюция» не будем употреблять. Что мы под этим словом подразумеваем, то и будем говорить. Если кто-то подразумевает под ним происхождение, будет говорить «происхождение». Если кто-то подразумевает под ним изменение во времени, будет изменение во времени. Если кто-то под эволюцией подразумевает прогресс, будет говорить «происхождение». Все, спорить не о чем. Все, значит, идеи, которые, значит, так до хрипоты кричали, куда-то все подевались. То есть очень важно всегда следить, чтобы наши понятия в споре всегда означали одно и то же на протяжении всего спора раз, и второе одно и то же обозначали для обеих спорящих сторон. Второе. Вторая наиболее частая ошибка – это недоказанная предпосылка. Помните, мы уже говорили об основном аргументе с неверной предпосылкой, что вы когда выясняли, галилеянин ли иуда искарион. То есть мы в него вставили просто одну недоказанную предпосылку. Вот другой пример богословский. Тоже вы в современной литературе, где культ крови крестовой развивается, влияние католичества очень сильное, вы найдете такую аргументацию, что без пролития крови не бывает прощения. Истинная предпосылка? Истинная. Бог пролил кровь животных, чтобы сделать одежды кожаные. Адаму и ею. В Библии, да. Как он сделал одежды кожаные, не говорится. Бог создал животных, живых животных, мертвую кожу создать Богу не проблема. Как он это сделал, Библия нигде не говорит. Но, говорит, раз первый грех человека привел к тому, что Богу пришлось принести первую жертву, кому интересно, она жертву принесла? Так вот обычно говорят, что гроб провели первую кровь, кто провели первую кровь, есть такой вопрос. Да? Да. Обычно говорят, что Бог, когда делал шкуры, а может они в то время шкуры сбрасывали животных. Да. На самом деле мы смеемся над этим вариантом, но первый вариант точно такой же смешной, что Бог убил. То есть мы говорим что-то, чего-то в Библии, то есть эти два варианта одинаково смешны с точки зрения Библии. Да, Библия не говорит об этом. И если Бог принес жертву, кровь за жертву, причем кровь, значит, животных за жертву Адама, то совершенно правильный вывод, который должен быть, что грех Адама прощен тогда. Это для чего крестная смерть Христова? Если Бог уже сам пролитием крови. То есть на самом-то деле обычно здесь вот эта ошибка, это недоказанная предпосылка. На самом деле, кстати, православное богослово, они смотрят в этом еще и смысл символический, что вот одежда кожаная это символ нашего тела бренного, которое подвержено болезням, смерти. До грехопадения тело Адама было совершенно иным, оно было подобно прославленному телу Христову, вот, после его воскресения, но в результате грехопадения он получает вот эти вот одежды кожаные, совершенно новое тело. Это интерпретация тоже, тоже можно посмеяться, можно сделать, можно из этого извлечь урок. То есть это дальше, как мы больше настроили, смеяться или вот, если как. Вот, но это тоже не из Библии. Библия же здесь молчит, а помните, как раввины говорили, чего нету в Торе, того нету в жизни. Вот, во всяком случае, если бы мы принимали этот аргумент, то стоял бы вопрос о том, а нужна ли вообще кровь Христова. На самом деле, здесь еще одна ошибка заложена, которую мы уже изучали. Это ошибка опровержения предыдущего. То есть без пролития крови не бывает прощения. Истинное утверждение? Истинное утверждение. Ну, не бывает, не, мы говорим о прощении грехов, мы говорим о спасении. Без, а? Истинное. Означает ли это, что пролитие крови дает прощение? Если бы это обращало, пойдем сейчас кровь попрольем побольше, чтобы побольше прощения получить. То есть, вот та ошибка, о которой мы говорили, то есть есть некое условие. Без пролития крови нет прощения. Но пролитие, но истинность Б не утверждает истинность А. Да, здесь говорит, что без пролития крови прощение бывает. Это истина. Это правда. Но пролитие, не всякое пролитие крови дает прощение. Потому что это то, то есть пролитие крови является достаточным для прощения. Прощение это необходимость. Ну вот, понятно, да? Нет, нет, на самом деле послание евреев здесь ссылается на левицкий закон о жертвах. То есть он проводит параллель, что прощение грехов, которые проводят в день искупления каждый год евреи, получали через пролитие крови жертвы. То есть они в день искупления... Получается только жертвенная кровь. Да, только жертвенная кровь. А так можно пойти убить человека и тоже пролитие крови, а дальше... То есть это вот будет... И потом, как меня можно судить за логическую ошибку? Двойку за логическую ошибку можно ставить, а под суд отдавать. Ну как-то нечего. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok